Его ждали все. В Чебоксарах стартовал седьмой международный кинофестиваль. Горожане и члены жюри уже успели оценить первые конкурсные фильмы. Их представляли исполнители главных ролей и режиссуры. Праздник Большого кино вступил в свои права, а накануне состоялась торжественная церемония открытия. Дмитрий Ковалев побывал на ней и дотянулся до звезд. Обычно с таким аншлагом в кинотеатрах проходят только голливудские премьеры. Но похоже, что чебоксарцы соскучились и по картинам, которые в широкий прокат попадают крайне редко. Почетных гостей фестиваля, артистов и режиссеров у входа встречали десятки горожан. А оркестр прямо на улице исполнял известные на весь мир хиты. Председатель жюри и его супруга заходили в зал вместе с другими зрителями. Журналисты едва не упустили их из виду. Но затеряться в толпе гостям все же не удалось. Одна из самых известных супружеских пар мирового кинематографа сейчас готовится к торжествам. В эти дни Глебу Панфилову исполняется 80 лет. На своем юбилее он собирается принять и коллег по цеху. В Чебоксары планируют приехать и его сын Иван. Вообще, признается режиссер, дни рождения ему не раз приходилось праздновать вдали от дома. Хотя отмечать круглую дату именно в Чебоксарах он решался долго. Но на этом настояла Инна Чурикова. Конечно, я не предполагал, что свой день рождения в 80-е я буду встречать в Чебоксарах. Здесь, в этих краях впервые. И вообще первый раз, мне кажется. А я была вот здесь на гастролях? Я не помню. Нет, мне кажется, не была. Первый раз в 80-е, понимаете. Страшно, я эту цифру называю, а внутренне он во мне так все, знаете, потрясающе. Важаем, старайтесь. Но в первую очередь супруги думают не о юбилейных торжествах, а о предстоящей работе. Члены жюри выбирают самый лучший фильм. В конкурсной программе этого года заявлено 12 кинолент. И все они, говорят критики, уже достойны наград. Но гран-при получит только одна. Хотя в этом году номинаций стало больше. На торжественной церемонии кому-то вручат статуэтки Ане, а кому-то призы от зрителей, прессы, блогеров и главы Чуваши. Новые творческие работы, новые фильмы будут приобщать молодому поколению прежде всего ценности духовные, ценности нравственные российской культуры. Картины малых народов в этом году впервые участвуют в отдельном конкурсе. В Чуваксарах покажут 14 кинолент, снятых в Чувашии, Бурятии, Хакасии и даже в Якутии. Члены жюри отмечают, за этими картинами будущее. И только подобные фестивали могут придать новый импульс этой индустрии. Многие страны принимают участие. И это всегда прекрасно и полезно. И для вас, и для всех. И вот смотрите, как много зрителей, которые любят кино. Когда фестивалю дают старт, ударом киношной хлопушки к микрофону выходят конкурсанты. Первой на суд жюри и зрителей была представлена картина «Она». Главную роль в ней сыграла театральная актриса из Кирова. Это ее дебют в кино. Мы не приступали к съемке, пока режиссер не даст точных задач. Мы это не обговорим, не проработаем. И только потом, понимая то, что это для меня впервые, режиссер меня снимал. Наталья Исаева признается, это была по-настоящему непростая роль. Актрисе пришлось играть человека, совершенно не похожего на себя. По сюжету картины героиня переезжает в Москву к своему любимому человеку. Но оказывается брошенный на произвол судьбы. Эта мелодрама создавалась по мотивам реальной истории и произвела впечатление на горожан. Фильм очаровательный. Надо больше пропагандировать такие нам. Хорошая игра актеров все-таки. Сюжет. Есть над чем подумать. В этом году фестивальные ленты решили повторять во время дневных сеансов, чтобы их оценили как можно больше горожан. Обычно на этих киносмотрах залы заполняются до отказа. Медель Ковалев и Антон Вовк. Республика.